Лугансгаз филиал ООО «Черноморнефтегаз» уведомляет своих абонентов, что с 1 июля 2024 года изменятся номера лицевых счетов, по которым в дальнейшем необходимо будет передавать показания приборов учета и совершать платежи за потребленный газ. Номера лицевых счетов меняются с действующих 8- или 7-значных на 12-значные. Узнать новый номер своего лицевого счета абоненты могут самостоятельно при помощи рекомендаций, размещенных на официальном сайте компании в разделе «Для населения», под номером телефонов для передачи показаний счетчика в абонентских отделах газового хозяйства или лично посетив абонентский отдел управления газового хозяйства. Изменение номера лицевого счета – это вынужденная мера, связанная со сменой единого поставщика природного газа на территории ЛНР. На предприятии просят производить оплату за газ, потребленный в июле, а также передавать показания в текущем месяце уже по новому лицевому счету. В Краснолучском учебно-воспитательном комплексе номер 5 «Перспектива» имени героя СВО Снетко начались работы по замене окон, выполняет их бригада строителей из Республики Башкортостан. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу старых деревянных окон и установке новых оконных блоков. Об этом сообщили в Управлении образования по муниципальным образованиям городского округа города Краснолуч и антрацидовского муниципального округа. Летний сезон 2024 синоптики называют одним из самых жарких. В этом году они фиксируют температурные рекорды. МЧС России напоминает, что в период аномальной жары необходимо тщательно соблюдать важные правила. Прежде всего, избегать воздействия прямых солнечных лучей. Следует находиться в тени. Особенно это касается детей, пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. В дни с повышенной температурой воздуха, а это считается выше 28 градусов Цельсия, не выходить на улицу без надобности. Особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. В жаркие дни старайтесь носить легкую свободную одежду из натуральных тканей. Обязательно надевайте легкие головные уборы. Воздержитесь от интенсивных физических нагрузок. И самое главное, носите с собой бутылку с водой. В летнюю зной важно увеличить потребление жидкости. Выпивать не менее полутора-трех литров в день. Алкоголь, кофе, чай не помогут облегчить состояние в жару, а наоборот, способствуют быстрому обезвоживанию организма. Госавтоинспекция, в свою очередь, напоминает, что повышенная температура воздуха несет в себя ряд опасностей для автомобилистов. Поэтому в знойные дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Ведь действия на организм жары похожи на действия алкоголя. И рекомендуют водителям транспортных средств следить за температурным режимом в салоне автомобиля, его техническим состоянием, контролировать свое самочувствие, тщательно продумывать о поездке на дальние расстояния, а по возможности избегать их. Обязательно иметь при себе запас питьевой воды. Также автоинспекторы напоминают, что правилами запрещено оставлять детей до 7 лет в автомобиле без присмотра взрослых даже на непродолжительное время. Новости телеканала «Луч». Мы проанализировали алгоритмы работы телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками государственных ведомств. Посмотрите этот ролик до конца. Добрый день. Вас беспокоит оператор портала Госуслуг. Мы увидели странную активность в вашем личном кабинете. Вам звонит следователь. Иначе мы заведем на вас уголовное дело. Вы, конечно же, тот самый герой, который поможет раскрыть дело, поймает преступника, особенно если вы согласитесь взять на это кредит. Мы ценим ваше стремление помочь. Но если вы действительно хотите оказать помощь, проверьте информацию, которую услышали. Чтобы развеять сомнения, наберите официальный номер организации. Откуда поступил подозрительный звонок или пришло сообщение. Будьте бдительны. Субтитры создавал DimaTorzok